Уроки для спасателей. Во вторник в Иванове организовали мастер-класс по работе на месте дорожно-транспортных происшествий. Участие в нем приняли спасатели муниципальных образований, имеющих на своей территории оживленные и аварийные трассы. В рамках профессиональной подготовки у нас стояла задача ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью людей. И здесь мы создали три учебных точки по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Три сценария, каждый более чем наглядный. Первая задача – быстро и безопасно извлечь пострадавших из легкового автомобиля. В первую очередь машину фиксируют, затем скрывают капот, чтобы отсоединить аккумулятор. И только потом при помощи гидравлического оборудования отделяют крышу. Срезаются стойки, передние стойки срезаются чуть выше уголка. Соответственно, средняя стойка, из-за того, что там идет так называемый упор, толстая железа, она срезается подверх, то есть где-то 4-4-5 метров. Задняя стойка в районе кармана срезается. То есть вот здесь идет усилитель, а вот здесь его нету. То есть вы сейчас, когда будете кусать, вы все это посмотрите. Там, когда срезаешь, там уже тройной, четверной свой железо идет. Вам легче откусить тот, который тоньше. Затем отжимают двери. Тут тоже есть свои тонкости. Соответственно, сломали замок. Сейчас открывается дверь. Поддерживается пострадавший. Вставляется под него обязательно щит, потому что у него явно либо перелом шеи, либо перелом всего остального. Заводится щит как можно аккуратнее, так, чтобы его приподнимают в это время. Причем мелкими, такими движениями, ни в коем случае не ворочая. На заднем сидении маленький ребенок. Его роль исполняет манекен. То есть ты должен телом фиксировать, чтобы он у тебя не свалился. Чтобы пограничить в дом. Да. Рука сзади, рука спереди. Не могу. У меня как-то 9. Ребенок легкий, выносить можно вдвоем. Второй сценарий. Перевернулся автобус с пассажирами. Инструктор рассказывает. А спасатели не только смотрят, слушают и запоминают. Ну и сами действуют. Так, садите. Пробуйте. Пробуйте. Сценарий номер три. ДТП с пассажирской газелью. Осложняет ситуацию наличия на транспортном средстве газовых баллонов. Пользоваться электрооборудованием вблизи категорически запрещено. Подняли из-за зоны. Зона 4 метра, не забываем. Повторение, мать учения. Такие тренировки для спасателей проходят регулярно. Ведь необходимость применять эти знания возникает, к сожалению, довольно часто. За этот год у нас в аварийно-спасательном формировании совершили 26 выездов. 14 человек спасено, двое детей, 6 человек, к сожалению, погибло. И вот, чтобы как можно меньше было погибших, мы проводим такие мероприятия, чтобы до автоматизма отработать те или иные ситуации, которые могут возникнуть. В условиях реального ЧП все происходит гораздо быстрее. Но сейчас есть возможность подробнее становиться на каждом аспекте, напомнить правила безопасности, освежить знания по работе с оборудованием. И, конечно, поделиться опытом с коллегами-спасателями со всего региона. Наталья Гутарина, РТВ Иваново.